Так, ну а в качестве центральной темы настоящего выпуска хотелось бы рассмотреть проблему, связанную с исправлением ошибок в налоговом учете. Именно эта проблема была рассмотрена в деле Евроизол. Данное дело, оно касалось применения статьи 54 Налогового кодекса и прежде всего пункта 1 данной статьи. Суть споры заключалась в том, что налогоплательщик включил в отчетность 2018 года расходы, связанные с безнадежной задолженностью контрагента. При этом основания для включения в расходы соответствующей безнадежной задолженности, они возникли в 2016 году, потому что именно в этом году контрагент был исключен из государственного реестра юридических лиц. Понятно, что налоговый орган с такими действиями налогоплательщика не согласился. И налоговый орган считал, что в данном случае необходимо было исправлять ошибку путем подачи уточненной декларации за 2016 год, а не путем включения соответствующих расходов в текущую отчетность 2018 года. Здесь следует заметить, что при рассмотрении данного дела суды придерживались различных позиций. Так, суд первой инстанции поддержал налогоплательщика, а вот суд второй инстанции и первая касация встали на сторону налогового органа. При этом, как вторая инстанция, так и третья указали на то, что не соблюдены условия, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 54 налогового кодекса для того, чтобы исправлять ошибку путем отражения соответствующих расходов в текущей отчетности. Так было замечено, что в 2016 году у налогоплательщика были убытки, которые привели к тому, что он не уплачивал налог за 2016 год. То есть у налогоплательщика не образовывалась переплата, которая бы позволяла ему в дальнейшем исправлять ошибку в рамках текущей налоговой отчетности, в рамках текущего налогового периода. Но судебная коллегия не согласилась с позицией апелляции и первой касации и было указано на следующее. Во-первых, Верховный суд отметил, что необходимо было установить волю законодателя, который вносил изменения в пункт 1 статьи 54 налогового кодекса и который позволил налогоплательщикам исправлять ошибки в текущем налоговом периоде. Так было указано на то, что первая цель законодателя это снижение административного бремени для налогоплательщиков, которые освобождались от необходимости подачи уточненной налоговой декларации. Ну и также законодатель целью ставил то, что снижалась нагрузка на налоговые органы, поскольку налоговым органам не нужно было проводить камеральную налоговую проверку уточненной налоговой декларации. И в данном случае, если соответствующие цели достигались и при этом каких-либо негативных последствий для бюджета не возникало, то у налогоплательщика должна быть возможность, иметься возможность исправлять свои ошибки путем внесения соответствующих исправлений в текущую налоговую отчетность. Кроме того, наиболее важный и центральный вывод, который делает Верховный суд, это то, что возможность исправления ошибки в текущем налоговом периоде никак не зависит от финансового результата, который был в периоде совершения ошибки. То есть не имеет значения абсолютно то, получал ли налогоплательщик убытки, либо у него была прибыль. В данном случае, если отсутствуют какие-либо негативные последствия для бюджета, то у налогоплательщика имеется возможность исправить свои ошибки путем внесения определенных данных показателей в текущую налоговую отчетность. Наконец, в любом случае было отмечено, что с учетом обстоятельств дела и с учетом правил переноса убытков у налогоплательщика образовывалась переплата за предыдущие налоговые периоды, которые и позволяли ему применять положение пункта 1 статьи 54 Налогового кодекса и вносить изменения в текущую налоговую отчетность. Кроме того, Верховный суд сослался на свою практику, а именно на дела ФК Пульс и дела Ключ Авто, которые, в общем-то, также подтверждали правомерность действий налогоплательщика. Данные дела я рассматривал в видеоматериалах, комментарии за 2018-2019 год, поэтому, кому интересно, посмотрите данные дела и содержание данных дел. В любом случае, безусловно, налогоплательщикам, у которых схожая ситуация и которые планируют исправлять обнаруженные ошибки путем внесения изменений в текущую налоговую отчетность, им необходимо принять во внимание позицию, которая была сформулирована в деле Евроизол. Продолжение следует... Продолжение следует...